Одна из главных слабостей Америки – это ее привычка следовать самым тупым в мире трендам. Помните, тренд самооценки в американском образовании? Даже Уолл-стрит подвержен этому. ESG – последний тренд на Уолл-стрит. У ESG нет реального определения, но на практике это требование компаниям и странам закрыть наиболее продуктивные сектора их экономики во имя спасения климата и справедливости. Итак, из-за ESG Германия сейчас нормирует электричество. Из-за ESG восстали голландские фермеры. Но самая печальная жертва ESG – Шри-Ланка. Некогда процветающая страна у южного побережья Индии рухнула в бездну. Инфляция превысила 50%, цены на еду выросли на 80%. Президенту и премьер-министру Шри-Ланки пришлось бежать из страны. Граждане штурмовали их резиденции, проверяли их ящики для носков и плавали в их бассейнах. Всего несколько лет назад Всемирный экономический форум опубликовал статью под названием «Так мы сделаем Шри-Ланку, богатой к 25-му году». Странно, если вы поищите эту статью в интернете, ее удалили. О, они заметают следы, но не очень хорошо. Итак, как это было? В апреле 21-го лидеры Шри-Ланки запретили химические удобрения. 90% местных фермеров использовали химические удобрения. Что было дальше? Треть ферм Шри-Ланки полностью закрылась. А что бывает, когда фермы закрываются? Ммм, викторина? Ну, люди голодают. Вот как выглядел крупнейший город Шри-Ланки Коломбо на прошлой неделе. КОНЕЦ 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 Вот как выглядит новый зеленый курс на Шри-Ланке. Мы знаем, что вы думаете. О-о-о! Избалованные либералы в США опять что-то уничтожили. Они сделали со Шри-Ланкой то, что Бассинг сделал с американским образованием. То есть полностью разрушили ее и ушли. Как будто ничего не произошло. Это минус. Жизнь людей разрушена. Это часто случается. Но вот хорошие новости. У Шри-Ланки фактически идеальный рейтинг ESG. Ее показатель 98. По шкале ESG. Это вдвое больше, чем у нас в США. Так что нам нужно удвоить усилия по закрытию наших ферм. Питер Эрл, экономист, который следит за всем этим. Питер, спасибо, что присоединился. Похоже, что ESG это идея, которая приводит к подобным картинам. Это кажется неизбежным, где бы вы ее не применяли. Да, определенно. И спасибо за приглашение. То, что вы видите, на самом деле происходит во многих местах, где есть идеологии. И в особенности ВОУК-идеологии. Заменяя цены и рынки, вы получаете такое неправильное распределение ресурсов. Что интересно, эти идеи исходят от западных ВОУК-либералов, которые так болезненно зациклены на расовых вопросах. Но они сделали это с абсолютно не белой расой. Они полностью уничтожили страну. Они когда-нибудь признают это, извлекут уроки и перестанут делать это с развивающимся миром. Или они просто продолжат, как ни в чем не бывало. Я думаю, у нас есть хороший пример социализма, когда он проваливается, но это был не настоящий социализм. Я уверен, они скажут, это было не настоящее ESG. Что это не было зеленой политикой, что-то в этом роде. Это их правила игры. Итак, у Шри-Ланки оценка 98 по шкале ESG. В смысле, они же победили? Почему люди несчастливы просто потому, что голодают? Но есть другие причины. Разве они не должны чувствовать себя добродетельными? Не похоже на то. Нет, я подозреваю, что им нужно минимум полторы тысячи калорий в день, чтобы по-настоящему наслаждаться своего рода интеллектуальным злодеянием, которое там совершается. Жаль, у меня нет номера Сэнди Кортес. Я бы прислал ей видео и спросил, «Эй, это новый зеленый курс в действии на Шри-Ланке! Ты рада?» Питер Эррл, ценю твой взгляд на происходящее. Спасибо. Спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok